Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Неизвестный автор Наутилус 17 век раковина перламутр серебро 13 на 18. Наутилус род головоногих моллюсков получил наименование за свои формы, от ландинского слова наутилус, кораблик. Древние считали спираль символом вселенной, космоса. Удлиненная раковина достигает в размере до 30 см, та же, которую украсил неизвестный мастер 17 века, меньше 20. Раковины часто использовали в ювелирном искусстве, а в эпоху барокко, то есть в конце 16-17 веках мода на всяческие натуралии утвердилась в связи с любовью к путешествиям, ко всему загадочному и чудесному. Для кубков и других сосудов брали скорлупу, кокосового ореха, струсиных яиц и, конечно же, перламутровые раковины наутилуса, извлеченные со дна теплых морей в западной части Тихого океана, близ Индонезии, Филиппин или Новой Гвинеи. Изделия из них изготавливали в мастерских Германии и Голландии. Именно амстердамской работой и представлена раковина. Обычно утилус оформляли в золоте и серебре, часто прорисовывая на хрупком перламутре морские сюжеты. Однако перед зрителем персонажи итальянской комедии Дель Арте, разыгрывающие свои веселые действия. Их облаивает собачка такого же размера, как и огромные насекомые. Последние, собственно, уже образы фламандской традиции. Основой для рисунка послужила гравюра французского художника 17-го столетия Жана Кало. Он работал также в Италии при дворе Медичи, путешествовал по Нидерландам, его искусство было популярным и в этих странах. Однако морская тема здесь все же присутствует. Верхняя часть наутилуса оформлена в виде головы морского конька гиппокампа. Продевался шнурок для соединения с металлической ножкой сосуда. Кромка и полость раковины оправлены серебром. Обычно такого рода дорогие изысканные изделия не были предназначены для практического использования. Вот такое описание нашел к работе неизвестного автора. Работа называется Наутилус. 17-й век. Раковина, перламутр, серебро. Данные из интернета и по книге Великий музей мира. Пока-пока. До свидания.